друзья всем привет с вами виктория сегодня готовим торт красный бархат скоро у нас день святого валентина и этот бисквит может очень пригодится также торт красный бархат прекрасно подойдет на день рождения новый год 8 марта или любой другой праздник получается тортик очень вкусный праздничный и красивый для приготовления нам понадобятся самые простые продукты полное их количество я вам оставлю в описании под видео заранее нужно достать кефир яйца и сливочное масло сначала подготовим кефир для приготовления бисквита я буду использовать и соду и разрыхлитель соду погашу уксусом уксус нужен не только для того чтобы погасить соду так как соду мы можем сразу погасить в кефире уксус нужен также для усиления цвета бисквита уксус у меня 6 процентный если у вас нет уксуса то его можно заменить соком лимона и добавим в кефир и перемешаем посмотрите кефир хорошо запенился реакция произошла кстати вместо кефира можно использовать натуральный йогурт пахту или сыворотку далее смешаем серо-сыпчатые ингредиенты 250 грамм муки 2 столовые ложки темного какао можно брать какао немного меньше минимум добавляйте одну столовую ложку и максимум три столовые ложки и просеиваю полторы чайные ложки разрыхлителя и все перемешаем замешаем тесто 100 грамм сливочного масла взобьем миксером в масло добавляем щепотку соли 200 грамм сахара и продолжаем взбивать постепенно в сливочное масло начинаем добавлять растительное масло и продолжаем взбивать и теперь по одному будем вмешивать яйца и так поочередно вмешиваем 3 яйца на данном этапе масса должна получиться пышная и кремовая и теперь сюда добавляем краситель и еще раз перемешиваем общей сложности мне понадобилось 2 вот таких ампулы это 12 грамм это примерно 2 чайные ложки но все зависит от ваших предпочтений в любом случае ориентируйтесь на цвет вашего теста добавляю еще одну ампулу и перемешиваю теперь постепенно добавляем рассыпчатые ингредиенты делаем это в несколько раз и кефир и все хорошо тщательно перемешиваем миксером до однородности вот такое примерно по консистенции должно у вас получится тесто тесто я буду взвешивать чтобы разделить на равное количество коржей у меня получилось ровно один килограмм 140 грамм то есть из данного количества у меня получится 3 коржа весом по триста восемьдесят грамм подготавливаем формочку размер моей формы 21 сантиметра диаметром духовку я уже поставила разогреваться на 170 градусов подойдет любая разъемная форма диаметром 20 22 сантиметра если же вы делаете не в разъемной форме то обязательно застелите форму пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом запекать коржи я буду поочередной если у вас есть хотя бы две или три одинаковые формочки то вы можете это делать одновременно и переливаем тесто в форму немного разравниваем по поверхности и отправляем запекаться в ранее разогретой до 170 градусов духовке на 25-30 минут бисквит у меня запекался ровно 20 минут ориентируйтесь на размер вашей формочки если формочка у вас большего размера значит бисквит будет запекаться быстрее готовность проверяем деревянной шпажкой даем бисквиту остыть буквально минут десять и затем чтобы он у нас не плел формочки его нужно достать убрать пергаментную бумагу и оставить остывать до конца на решетке посмотрите получаются эти бисквиты очень ровненькие если вы все сделали правильно смотрите не пересушите и опять подготавливаю формочку переливаю тесто и отправлялась опекаться последующий корж все три бисквита готовы я их завернула в пищевую пленку и убрала отлежаться в холодильник на всю ночь это нужно для того чтобы влага распределилась равномерно по всему бисквиту и также затем с ними будет легче работать убираем пищевую пленку обратите внимание на текстуру я их не пересушила бисквиты получились ровные эластичные бисквиты я немного подровняю обрезки от коржей нам пойдут на украшение теперь приготовим крем для торта для его приготовления я буду использовать сливочно-творожный сыр типа филадельфия здесь у меня 300 грамм маскарпоне 250 миллилитров жирных сливок сливки должны быть минимум 30 процентные и здесь у меня 120 грамм сахарной пудры в миске сразу смешиваем все ингредиенты для крема сначала все перемешаю ложкой и затем просто взбиваем миксером до загустения вот такая примерно консистенция должна у вас получиться крем прекрасно держит форму собираем торт устанавливаем подложку я буду собирать торт в кондитерском кольце но можно собрать и без него на подложку выкладываем небольшое количество крема и выкладываем первый корж крем визуально делим на три части одну третью часть выкладываем на первый корж и выкладываем следующий корж и выкладываем последний третий корж третий корж тоже смазываем кремом аккуратно убираем кондитерское кольцо и смазываем торт полностью по бокам заготовка торта полностью готова убираем его в холодильник на ночь торт у меня простоял в холодильнике всю ночь хорошо пропитался для украшения на миксере я сделаю крошку из остатков коржей и присыплю ею торт также для украшения я подготовила несколько ягодок клубники и розы друзья наш торт красный бархат готов давайте же отрежем кусочек и попробуем друзья если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк пишите мне ваши отзывы и комментарии напишите мне на какие праздники готовите вы торт красный бархат а я всем желаю прекрасного настроения удачные выпечки и до новых встреч с вами была виктория